Свои профессиональные навыки продемонстрировали 17 резчиков холодного металла листопрокатного цеха номер один. По традиции, конкурс состоял из двух этапов. Первый – теоретический проходил в виде тестов на оценку профессиональных знаний. На всё про всё отводилось 60 минут. Задания содержали вопросы, охватывающие теоретические и технологические основы производства. За каждый правильный ответ – плюс один балл в копилку конкурсанта. Данный конкурс был организован с целью мотивации работников образования здорового соперничества, с целью поощрить наших передовиков, более молодое поколение, чтобы они стремились, смотрели на наших передовиков и росли в плане профессионализма, в плане техники безопасности и в плане всех процедур, производящихся на этом участке. На втором практическом этапе резчики продемонстрировали свои навыки и знания оборудования непосредственно на месте производства работ. Оценка практических знаний осуществлялась по специальному листу. Перед практикой конкурсантам задавали вопросы о дефектах листового проката, глобальных стандартах по технике безопасности. Также проверялась технология работы, во время которой сотрудники демонстрировали свои умения листовой разделки, паковки пачек в автомат, сортировки листов в потоке, укладки листов в пачку и другие процессы производства. Как рассказали участники, сложностей в испытаниях не было. Все они трудятся в данной сфере не один год и досконально знают все тонкости профессии. Я хотел попробовать свои силы, я бы их попробовал. Кандидаты все достойные. Это служит мотивацией, стремлением познать что-то новое. Работаю уже здесь в цеху 23 год. Именно на этом агрегате я нахожусь уже с 2012 года. Это пост упаковочной машины. То есть пачки порезаны, приходят на упаковку, здесь мы их упаковываем и дальше уже на обгрузку отправляем. Оценивала участников, определяла победителей и призеров конкурсная комиссия. Здесь учитывали каждую деталь. Состояние спецодежды и СИЗов, знания правил техники безопасности. Члены жюри оценивали правильность выполнения технологических операций, соблюдение правил охраны труда и безопасности, а также качества. На торжественную церемонию награждения победителей конкурса профмастерства среди работников о профессии речи холодного металла были приглашены все конкурсанты, которых приветствовали директор по устойчивому развитию и лидерству АО «Арсилор Миттл Тимиртау» Наталья Плохих и директор по производству по второму переделу АО «Арсилор Миттл Тимиртау» Евгений Хицко. Описаю руководство второго передела поблагодарить вас за участие, за то, что нашли силы, время, собрали в кулак знания, волю. Здесь у нас только сильнейшие ребята, которые вышли во втором круг, ребята, которые продемонстрировали наилучшие знания. Для вас это несомненный предмет для профессиональной гордости, для гордости как на работе, так и в семье. Ваша семья теперь будет знать, что вы реально лучшие. Поэтому я вас со всей души поздравляю и желаю всяческих успехов. Для кого-то из вас этот конкурс стал первым, для кого-то не первым. Тем не менее, говорят, что главное не победа, главное участие. Я думаю, что побеждать всегда приятно. Сегодня никто не уйдет без внимания, без поощрительных призов, подарков. Ну и, конечно же, сегодня мы узнаем, кто же у нас занял призовые места. Всем участникам вручили грамоты и денежные призы. В результате упорной борьбы первое место завоевал речик холодного металла ЛПЦ-1 АО «Артилор Миттл Тимиртау» Григорий Кулик. Я не ожидал, что я займу первое место. Практическое задание у меня было по загрузке упаковочной машины, лентой и приведению ее в рабочее состояние. Также в ходе награждения благодарственные письма и подарки за помощь в организации и проведении конкурса профмастерства получили члены комиссии и руководства цеха. Отметим, что подобные мероприятия пользуются заслуженным интересом у работников предприятия. Они повышают значимость профессии, способствуют проверке профессионального мастерства и определению уровня подготовки работников. Анастасия Ходорева, Максим Ломакин, Владимир Курлаев, Новости Тимиртау.